Привет всем продвинутым на канале про нейросети веб-трините. Ребята, сегодня у меня для вас очень классный выпуск. Четыре нейроночки, новинки на рынке. Самое главное, это те нейроночки, которые мы так долго ждали. Потрясающе! Каждый из вас найдет применение этим нейронкам. Для кого-то они просто изменят повседневную жизнь навсегда. Поехали! Первая нейроночка. Кажется, кто-то наступает на пятки в Миджорни, а именно нейросеть, которая наконец-то умеет работать с текстом. Ребята, мы победили! Теперь мы можем генерировать лого, названия, постеры, названия для книг, каверы. Все с текстом. Потрясающе! Эта нейроночка называется айдиограмма. Основана она бывшим основателем Google Brain. Регистрация супер простая. Заходим на сайт, заходим через Google, мы уже там. С интерфейсом разберется абсолютно любой. И мне здесь нравится его простота и очень удобная фича. К примеру, здесь у нас вверху сразу же мы можем прописывать все, что мы хотим, но я немножко сейчас констрируюсь внизу, потому что вверху мы сейчас перейдем чуть попозже. Внизу, что у нас есть? У нас есть кнопочка Recent, и мы здесь можем видеть недавние работы от других участников. Зачем нам это нужно? К примеру, мы видим вот такой вот пост девочки, которая держит плакат. И если мы хотим точно такую же девочку, только с нашими словами, мы уже используем этот шаблон и пишем, какой текст мы хотим увидеть на этой борде. И он ее изменяет. Либо кто-то сгенерировал классное лого, мне очень нравится его стиль. Я беру, нажимаю на это лого и генерирую лого в таком же стиле. С этим все разобрались. Тренды попадают в картинки, которые были больше всего пролайканы другими людьми. То есть здесь уже появляется какая-то больше social, да. Люди лайкают друг друга. Также здесь есть following, это подписочки. То есть я знаю, что есть какой-то классный художник. Я знаю, что он целыми днями только и делает, что занимается генерацией картиночек. Мне нравятся его работы. Я просто на него подписываюсь, смотрю все его работы и могу какую-то идею, какой-то промпт взять к себе на рассмотрение и использовать этот промпт. Потрясающе. Ну и топ, да, это которые больше всего набрали лайков. Как генерировать? Все очень просто, просто в строке выше мы пишем промпт, что нам нужно. Далее мы выбираем формат изображения и выбираем стиль. Опять же, это по желанию, можно самому написать, а можно выбрать то, что нам предложат, либо полностью положиться на удачу. Далее, в моем случае это был бренд лого в Apptrinity, написан в Highlighted Gold Mental Health Brain by Brand Marble Dark Background. И вот он сгенерировал четыре вот такие вот красивые лого. Потрясающе. Мне очень нравится последнее, это что-то связано с мозгом плюс в Apptrinity. Очень нравится результат, что даже так не идеальненько. Теперь я могу просто брать пост кого-то, взять и написать все, что просто я хочу. На эту же картинку невероятно, что творится. Что плохо? Конечно же, есть у нас минусы, но он не такой обширный, как тот же Миджорни, как тот же Леонардо. То есть здесь нельзя убрать какие-то элементы, здесь нельзя подправить, но мы здесь скорее всего сгенерируем и отправляемся в тот же Photoshop, тот же Leonardo, тот же Upscale и уже изменяем то, что нам нужно. Это уже не большая проблема. А самая большая проблема с текстом у нас решена. А, ну и важное уточнение, наверное, она не работает с русским языком, то есть она сейчас понимает латиницу. Для кого применять логотипы, сабнейлы на ютубы, постеры, брендированный контент для бренда, класс. Да и вообще просто в любой творческой сфере эта Нейроночка теперь нам будет полезна. И это только начало, то есть они только стали доступными нам, да, все будет больше и больше уверенно добавляться, так как у них проинвестировано очень два крупных фонда Asics & Z, в которых есть деньги, которые будут помогать всем всем, чтобы сделать эту Нейроночку популярной лучше и лучше. Ну а мы переходим к следующему второму инструменту. Второй инструмент еще больше. Майк Лоуин за счет количества инструментов, собранных в одном и том же месте. Здесь тебе и различия для фото, для видео, для аудио, эдитинг. Сейчас покажу. Просто пушка. Называется Media.io. И что здесь есть? В продуктах про фото. Во-первых, здесь есть просто портрет generator, то есть можно генерировать портреты, можно улучшать фото, можно убирать watermark, можно убирать бэкграунд, можно просто убрать небо, не весь бэкграунд, можно конвертировать фото. Ну, эти инструменты мы проходили еще в Tiny WoW, вы помните это приложение, там тоже это все есть. Здесь есть кое-что более потрясающее. К примеру, пройдемся по тем же фото. Здесь можно делать различные age filters. Я хочу сделать так, чтобы я выглядела как 80-летняя бабушка. Пожалуйста, оно сгенерирует. Я хочу одеть очки, сгенерирует очки. Я хочу, чтобы у меня была борода, мальчики. Но у меня ее нет, я могу ее добавить. Фотофильтры, gender swap, hat swapping, да, все это здесь доступно. Но это не все. Переходим к видео. Здесь просто потрясающе. Ну, во-первых, можно улучшать качество видео. Я очень часто с таким сталкиваюсь, мне нужны такие инструменты. Пожалуйста, вот мое видео, я катаюсь, здесь оно такое прям очень некачественное, оно его улучшило в два раза. Если бы у меня была платная версия, он бы его улучшил в четыре раза, то есть оно было бы еще лучше. Классно, я, по крайней мере, это применяю. Что у нас здесь есть по видео, помимо этого? Во-первых, мы можем выбирать watermark remover. Если вдруг у вас тик токи, какие-нибудь разные соцсети, это можно выбрать компрессоры, то есть сделать видео не таким большим файлом. Но также здесь есть AI Video Generator, где вы можете генерировать теперь видео. Все в одном месте. Если раньше мы специально для одного шли в high-gen, для другого шли на enhancer, в третьего мы шли в runway, теперь это все в одном приложении. Мы сейчас заходим, выбираем нашу модель аватарчика, выбираем наш текст, экспортируем файл, и он нам на разных языках говорит, мы подставляем под любой другой шаблон. Шаблон для explanations, например, вы хотите объяснить вашу презентацию, книгу, что угодно, pitch deck, social media видео для разнейших платформ, корпоративные тренинги, продажи, promotion ads, то есть понимаем, да, выбираем шаблончик, либо вставляем свой, вставляем модельку. Если раньше для этого должно было идти в другие приложения, сейчас это можно сделать здесь. Потому что, помимо этого, здесь есть онлайн-редактор. Ой, какие он интересненькие вещи делает. Первое, что он может делать, он может переводить видео, ребят. Да, вы можете загрузить ваше видео, аналогичное, которое вы делаете на YouTube, на TikTok, где нет вашего лица, и оно переведет это видео. Здесь поддерживает самые популярные языки, русский здесь тоже поддерживает. Загружаем файл, либо рекордим, либо вставляем ссылочку, и оно нам переводит наше видео. Потрясающе! Помимо этого всего, что он делает? Добавляют субтитры, добавляют прикольный текст туда, анимирует это видео. Дальше, здесь есть опция скрин-рекордера. Я могу здесь включить, включить себе сразу же телепромптер, он будет меня же записывать, может вебкам записывать. Сразу же добавлять субтитры, переводить те же субтитры, если я не хочу переводить само видео, и добавлять разные темплейт. То есть просто потрясающе. В одном приложении вот такой вот очень простой в использовании видео-эдиттер. Но и это еще не все. Для полного идеала создания контента, конечно же, у нас должно быть аудио, и здесь оно есть. Здесь мы можем убрать vocals. Remover просто классно, если вы занимаетесь музыкой, либо вы просто слушаете какие-то треки, вы хотите убрать голос с музыки. Слушаем, что это может получиться. У нас здесь есть вот музычка, к примеру. И я сейчас хочу убрать инструмент, хочу послушать просто ее голос. Я выбираю инструмент. И у меня есть только голос этой девушки. И таким образом мы это все можем отделять и скачивать. Понимает, кстати, очень многие самые популярные языки. И английский, и индусский, и китайский, и русский, и корейский, и так далее. Это первое. Второе, что он может сделать, он может убирать шум. Если вам ранее не нравился Adobe, то вы можете протестировать vocal remover здесь. Возможно, он вам понравится больше, так как он здесь понимает большинство языков и понимает русский язык. Ну и также здесь можно просто аудиоконвертировать и аудиокомпрессор. Какие общие выводы? Очень крутой сервис. Просто собрал в себе все, что нужно для контент-мейкинга. Мне кажется, если еще добавить текст туда, то это просто все в одном месте. И тексты, и картинки, и фото, и видео, и аудио, и эдитор, и все-все-все в одном. Что для кого-то, возможно, может быть плохо, так то, что большинство классных сервисов, они здесь платные. Поэтому прям супер на всю мощность это приложение бесплатно воспользоваться не получится. Но попробуйте все бесплатные функции, они здесь тоже довольно-таки много, и если оно вам понравится, уже попробуйте, и возможно оплатите. Переходим к третьему. Третья нейросетка называется UAI, и это такой искусственный интеллект для всех задач. Его можно будет обучить AI для своих собственных нужд, что он будет это выполнять. В чем его особенность? Здесь у нас разные инструменты под разные запросы. К примеру, здесь есть для создателей, для содержания и написания, для родителей, для обучения, бизнеса, ищущие работу, повседневная жизнь, разработчики, здоровье, путешествие, веселье. То есть абсолютно разные на все случаи жизни у нас есть варианты. У нас есть и бесплатные, и платные сервисы. Но платные они в основном там 1-3 доллара, что не совсем много, если оно вам будет помогать. Дальше, как оно работает? Мы регистрируемся на этом сайте, все очень просто, через Google почту, и далее мы можем либо выбрать, которые шаблончики нам предоставляют выборку, либо мы можем сами по поиску ИИ сделать то, что нас интересует. А так, здесь очень много чего рекомендованного, и прям бросается это в глаза, что может, а, сделать стратегии для социальных сетей, что может оптимизировать YouTube канал, помощник для перепрофилирования контента, написания постов в социальные сети, то есть то, что как раз нужно большинству из нас. К примеру, Brainstorm Content Ideas. Вот это классно. И здесь мы открываем, и далее он просит нам предоставить ему примеры роликов, которые у меня заходили, либо которые у меня сейчас есть на канале. И на основе моих роликов он предоставил мне другие идеи. К примеру, заработок в интернете с помощью ChatGPT 10 лучших нейросетей для работы. И он предложил разные варианты, кстати, довольно таки крутые. К примеру, как использовать ChatGPT, чтобы улучшить свои навыки письма и создавать лучший контент. То есть очень такой специфический. Второе у нас. Тестируем сумасшедшие подсказки в ChatGPT и делимся веселыми результатами. Третье. Сравнение трех лучших помощников по написанию и ChatGPT Jaspers, скорее всего. Как и может нарушить создание контента. Плюсы и минусы автоматизации процессов. И пятое. Создание помощника с искусственным интеллектом, который поможет повысить продуктивность и исследовать контент. Темы прикольные. Прямо можно вот последние две брать и исследовать. Ну, а вы напишите вообще, стоит ли брать, интересно ли вам. Дальше. Следующее. К примеру, помощник по перепрофилированию контента. Здесь он может сканировать контент в социальных сетях нам и анализировать темы и форматы производительность нашу. Просматривать контента наш на том же Инстаграме, Фейсбуке, Твиттере, Ютубе. И получать персональные рекомендации. Но также, помимо этого всего, здесь есть и другие вещи. То есть такие вот, как путешествие. К примеру, я прошла небольшой опрос, написала куда, когда хочу я поехать, чтобы он не расписал мой план путешествий. И он мне сделал таблицу с 10 разными активностями, ресторанами, расписанием на все 12 дней. В принципе, это может сделать чат GPT, как вы мне говорили, но удобно. Те, кто не может пользоваться чатом GPT, вы можете использовать вот такой вот инструмент. Ну и четвертая нейросеточка на сегодня. Она у нас тоже будет связана с фото. Особенно для тех, кто хочет подарить подарки своим родным, бабушкам, дедушкам, мамам, папам и восстановить их фотографии. Вообще, на самом деле, здесь много чего есть для фотографий, но, возможно, вам понравится именно эта функция. Эта нейроночка у нас называется AI Nero. И у нас она может, а, создавать живые, яркие, разные движущиеся фотографии. Она может организовывать твою же библиотеку с своими фотографиями, чтобы все было четенько. Улучшать свои изображения, убирать всякие разные размытия. Ну, и восстанавливать старые фотографии, удалять разные царапины или тушить лицо. Особенность ее, пожалуй, что она очень супер простая. То есть, она очень простая в использовании. Ну, а что мне лично нравится, так как он может анимировать это лицо. К примеру, сколько раз мы сталкивались с тем, что у нас просто какие-то неживые герои. Здесь я загружаю картиночку, и он анимирует это личико. Теперь он открывает, закрывает глазки, шевелится головой. И теперь представим, что мы делаем. Мы берем наше старенькое фото, загружаем сюда, и он его восстанавливает. Восстанавливает он довольно таки хорошо. То есть, он, во-первых, апскейлит эту фотографию. Смотрите, уже ретуширует кожу. Посмотрим на глаза, как он хорошо и качественно это заапскейлил это фото. И получаем это фото, загружаем в аниматор, и у нас теперь живая фотография нашего родственника. То есть, то, что мы восстановили эту фотографию, так мы ее еще и теперь анимировали. И он немножечко двигается, прям как в Гарри Поттере, правда, очень прикольно. И также в этой нейроночке есть два приложения, которые можно установить на телефон. Называется оно NeiroLens и NeiroMuse. В NeiroMuse у нас можно добавлять очень крутые CD-дизайны, то есть на наши готовые фото. А NeiroLens – это можно улучшать фотографии, колоризировать их или восстанавливать. Это были все, немножечко на сегодня. Лайк, коммент, подписка. Напишите, какое приложение вам понравилось больше всего. Интересно знать, куда двигаться, в каком направлении. Все, всем пока!